Братья и сестры, здравствуйте. Уходит 2021 год. Странно, что так быстро, потому что недавно еще помнится ажиотаж по поводу миллениума 2000-2000-2000. Вот уже 2021 уходит, 2022 наступает. Мы прощаем с этим годом насыщенным и поминаем сегодня поменем только одну инициативу, которая стала реальностью по части мигрантов. Это одна из таких самых острых тем, которое в минувшем году будоражило общественное пространство и сознание наших граждан. Существует этническая преступность, существуют люди, которые приезжают сюда не для того, чтобы тяжко зарабатывать трудовую копейку на стройках, во дворах, дворниками где-то еще, таксистами. А есть люди, которые приезжают сюда для других дел. Самых разных дел. И мы знаем статистику преступлений на этнической почве и облетыли весь мир эти ролики с Ютуба, там, жестоких избиений, там, значит, до полусмерти, значит, там, группы, там, разных людей нерусского происхождения в метро, там, где-то там еще, там, поножовщины всякие, кражи людей, ну, куча всего. И вот все-таки есть конторы, которые работают правильно, служба которых и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Значит, Министерство внутренних дел во главе с господином Колокольцевым инициировало и провело на закладательном уровне такую инициативу. Значит, все мигранты, трудовые мигранты, приезжающие в нашу страну, будут получать так называемую карту мигранта, в которой будет зафиксирована информация, она максимально полная об этом человеке, то есть дата места рождения, номер серии документов, удостоверяющего личность, биометрические данные о нем, вплоть до отпечатков пальцев, там, группы крови и так далее, это должно снизить до минимума участие, значит, мигрантов трудовых в различных преступлениях, и в случае того, как человек попадается, его идентифицируют, находят, уже будет легко найти человека в таком случае. Значит, до свидания, мы вас видеть в нашем доме не хотим. Вообще, любовь к иностранцу, любовь к пришельцу, так говорит на библейском языке, это одна из базовых добродетелей библейского человека. Господь много раз говорит своему народу, евреям, говорит, что вы были пришельцами и странниками в земле египетской, вы знаете душу пришельца, то есть душу человека, живущего по чужим небам, говорящего на неродном для него языке и зарабатывающем копейку, тяжело зарабатывающем копейку, для живущих дома, жены и детей, стариков, родителей, в принципе, эту душу вы знаете. Мы должны тоже знать эту душу, потому что мы тоже на заработки уезжали волнами, и нашего народу сегодня миллионы в разных странах живут. В принципе, русский человек знает душу пришельца. При этом русские люди не расисты. Может быть, самые главные в мире не расисты из белой расы. Мы умеем жить бок о бок любыми людьми, мы можем дружить и брачеваться, и, так сказать, трудиться вместе и прочее, прочее. То есть у нас нет в крови какого-то, значит, такого шовинизма. Если есть, то это какой-то отщепенцы от русского народа. Но при этом не должны меняться главные параметры совместного проживания. То есть хозяин и гость не должны меняться местами. Нельзя, чтобы гость почувствовал себя хозяином и загнал под шконку, так сказать, или в угол, под веник, как мышь, наружку, хозяина и начал хозяйничать в твоем доме. К чему тенденция прослеживается? Она тревожная, она опасная. И вот именно для выравнивания этого баланса необходимы какие-то законодательные меры. То есть не нужно доводить до греха, до кипения, до народного неповиновения, до мордобоя, до суда линча, до каких-то еще каких-то крайних проявлений. Это все совсем никому не надо. Нужно уважительно относиться к человеку независимо от того, какого цвета у него кожа и какой язык у него родной. Это узбекский или таджикский или киргизский, скажем там, или там, не знаю, английский там или любой другой суахили. Но при этом очень хорошо мы приветствуем вообще работу нашего МВД и всех тех пацанов, которые выходят с оружием в руках там в экипировке значит на патрулиров наших улиц, потому что благодаря их работе предотвращено и остановлено множество преступлений, поставлены на колени и доведены до смирения необходимого и неизбежного. Люди, которые хамели до края и возомнили, что они боги на наших улицах, которые, понимаешь, там, хотят там всех строить и показывают, что они большие и сильные, потому что они вчера с гор спустились. наши пацаны в форме умеют сделать им больно и сделать так, чтобы они закрыли рот и поняли, что они не в мире и не главные. Ну и вот эта прекрасная инициатива о том, что ну надо, на, надо карту мигранта, надо. Хорошему человеку не повредит, плохого человека смирит, совсем плохого поставит на место, проидентифицирует и сделает небольшую операцию значит ниже пояса, которая выкинет его нафиг отсюда значит и больше с запретом въезда опять и за это спасибо и нам будет хорошо. С хорошими людьми хорошо жить по соседству, с плохими людьми нужно поступать по плохому, другого языка они не понимают. Так что спасибо в уходящем году господину Колокольцеву лично, законодателям нашим, законотворцам и всему МВД, которая хихи, но нас бережет, моя милиция меня бережет. Слава Богу за все. Будет день, будет пища, в следующем году может быть еще лучше, еще спокойнее, еще мирнее на наших улицах. За все спасибо Богу и тем, кто хорошо делает свою работу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok